Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И вот в одном из его приездов в мир сообщил, что род Заки Вариди ведет свое начало от нагайцев. И он поискал в Астрахане свою родословную, нашел, и потом считал, что действительно они произошли от астраханских нагайцев. Вот если возьмем газету «Эдель», то на страницах этой газеты трудилось очень много нагайцев с ними. Я сидела, видео ряд, забыла заложить. Ну извините, пожалуйста. Там фотографии идут коллеги «Эдель», и там рядом за спиной у Абдрахмана Умирова стоит Басир Абдули, Басир. Он, Басир, всегда подписывался Басар Абдулин, и стоит Абдулхамид Молодой Джанибеков совсем. Они за его спиной говорят, что если вот я на фотографию оставлю, если, значит, астраханцы будут смотреть, они своих прадедов там найдут на этой фотографии, возможно, еще кто-то себя узнает. Но я кого узнала, я их узнала. Вот такие вещи произошли. И вот я хотела бы немножко акцентировать ваше внимание на одном аспекте. Что пишет о своем отце сын Абдрахмана Умирова? Абдулгамид сын Абдрахмана Умирова писал об отце. Все его предки с Кубани и Астрахани, и они по происхождению нагайцев. У нагайцев каждый должен знать, из какого рода он происходит. Абдрахмана Умирова из рода Найман. Астраханские нагайцы делятся на Карагаш-Новая и Карагаш-Новая. Абдрахмана Умирова из карагашских нагайцев. Чем замечательна книга «Новая жирлара»? Она замечательна тем, что в целом в сборнику он написал такую краткую историю астраханских нагайцев. Там два раздела «Карагаш-Новая жирлара» и «Юрт-Новая жирлара». И каждому из них он тоже написал такую краткую справку и дал характеристику жанру местной песенной культуры. И в заключение я хотела бы сказать на то, что Абдрахмана Умирова был нам хорошо нагайцам известен. Например, в 1970 году запаслась. Вот. Это газета «Ленин Йола». Вот копия из газеты «Ленин Йола» Абдул-Хамид. Значит, Энвер Джанипеков. Переложил отрывок песни «Новая жирлара» с арабской графики на Кирилльницу и опубликовал в газете «Ленин Йола». В 1970 году это было, произошло. И что интересно, что у нас всё, что печаталось, в Ленин Йолу Шурмая всегда перепечатывал. То есть для Кадагестана оно тоже было перепечатано. И вот имя человека, которого с 1920-х годов находилось в запрете, опять в 1970 году всплыл. В том же 1970 году в обзоре Ногайской дореволюционной книги Абдрахман Умиров, значит, наш Ашим Сикалиев написал обзор книг. И там упоминается книга «Новая жирлара» 1912 года, изданная Абдрахманом Умировым. То есть уже в 70-е годы его имя у нас уже в научном мире всплыло, опять вышло в свет. Замечательный наш Джалал Шихмузлаев в 1987 году, он приехал сюда в 1986 году, и здесь встретился со стариками, которые были живы тогда, собрал у них материал, и уже в 1987 году, в феврале месяце, опубликовал статью «Умиров и Ашалдёва». Кроме того, я хочу представить вам такой редкий материал. Когда мы назначали на должность, то вначале община этой мечети собиралась, выбирала и писала рекомендацию губернатора. Губернатор, выяснив в департаменте жандармерии его политическую благонадёжность и верность царскому престолу, отправляла, значит, в Оренбургское духовное управление. Там его утверждали, и документ, что он является молной такой-то мечети, присылали. Но прежде чем выдать ему этот документ на руки, его пристав приводил к присяге. Была разработана такая стандартная присяга, здесь вот на литературном тюрке текст, а его с русского языка переводили, и вот тут стоит личная подпись Абдурахмана Умирова. И здесь вот он и расписался. 29 сентября 1898 года, мула соборной мечети 8, Абдурахман Умиров. Ни Абдурахман, ни Умиров, ни Абдурахман. После буквы «Д» везде у него стоит буква «Он Абдурахман». Во всех документах, с которыми мне довелось работать, как в Астрахани, в госархиве в 89-м году, так я несколько лет лет 5 выезжала в исторический архив СССР, тогда был еще Ленинград. Были документы, на которых стоит фамилия Абдурахман Умиров. Личные подписи сохранились. Поэтому сейчас я хочу копии этих документов и вот эти книги подарить, значит, духовному управлению, в смысле, именно вашему обществу, которое занимается возрождением истории и культуры нагайского народа Нижнего Поволжья. Я думаю, они лягут в основу ваших деяний. Будем всегда помогать вам, сколько можем. Спасибо за приглашение. В настоящее время более возрастает актуальность обращения к уникальному богословственному наследию мусульманских ученых нашей страны. На самом деле, на сегодня момент, когда очень много людей возвращается, обучившись с других стран, приходит на самом деле момент, когда реально мы должны на сегодняшний день заняться именно изучением наследия российских ученых, таких как Абдурахман Умиров, его учитель Марджани. Мы очень много, большой вклад сделали для изучения ислама в России. То есть, каждая книга у них, если мы берем и читаем, то видно большая разница между учеными, например, других стран и учеными, которые трактовали те же хадисы, те же аяты на лад российских мусульман. То есть, в реальной жизни с точки зрения жителей нашей страны. В этом смысле, несомненно, особенно полезен пример обращения к жизни работам на сети Абдурахмана Умирова, коренного астраханца по происхождению, талантливого человека, мусульманского ученого, педагога, общественного деятеля. В частности, жизнедеятельность Абдурахмана Умирова не раз становилась предметом научного изучения. В частности, ей были посвящены многочисленные труды и статьи Аминат Хасановны Курмин-Сеитовой. Особо хочется отметить труд Рахимова Сулейман Туктаровича, многогранный, содержательный. Им в Казани было издано в 2003 году, была выпущена книга на татарском языке, которая была богатым материалом, и в ней были сведены воедино различные научные сведения Абдурахмана Умирова. В прошлом году мы были в Булгарской академии, и Сулейман Туктарович лично мне подарил книгу про Абдурахмана Умирова. Наследие жизни Абдурахмана Умирова послужило темой для отдельно-диссерационного исследования Рахимова, благочего сына, обобщившего труды предыдущих авторов и приведших ценные собственные. Несмотря на наличие серьезных биографических исследований, научных статей и прочих работ, тем не менее изучение наследия Абдурахмана Умирова не может считаться завершенными и сохраняет свою актуальность и по сей день. На самом деле, вот как Нахилла Хазрат сказал, должны поднимать архивы, искать их труды. На самом деле, очень много трудов, которые даже просто с Тюркии, с арабской письменности не переводились даже на кириллицу. То есть, они лежат, есть, но никто, к сожалению, ими не занимался. Здесь хочется отметить, что Абдурахман Умиров начинал учебу именно в Астрахани. Это говорит о том, что уже здесь были серьезные школы преподавания исламских лавок. Первое учебное заведение он проходил в Осыпном Бугре, Ярлы-Тубая, да, здесь находится. После этого его отец дал преподавателю из Дагестана, и по причинам того, что преподаватель из Дагестана уехал, вскоре Абдурахман Умиров уехал в Казань. На обучение поступил к Марджанине, к Шахабудину Марджанине. Здесь и начинается осознавать необходимость введения новых методов обучения. И после того, как он получил знания в Шахабудине Марджане, у него очень свои особые взгляды были на методику обучения, распространения ислама вообще в России. И после того, как он закончил учебу, вернувшись в Астрахань, открыл медресе Низамия и начали преподавание. Учились здесь не только с Астрахани, приезжали и с Астрахани, и с Кавказа были студенты, которые обучались. В 1869 году в Казани вышел труд, учебные пособия за авторством Умирова по грамматике арабского языка, которое было принято в народе с особым энтузиазмом. Мы даже с Нурхазаром начинали, один труд взяли, и Нурхазар Пинчалда выступил по этому поводу. Очень интересно, мы когда даже начинали переводить, было видно, насколько глубоко подход к изучению просто арабского языка был. Не то, что с нами сидел человек, переводил студент египетской школы. То есть он удивлялся, насколько глубоко подход к изучению языка был, что в арабских странах так не преподают, как здесь оно преподавалось. Также Абдур Ашман Умеров активно принимал участие в издании газеты «Идель», которая транслировалась на идеи джадидизма среди астраханских мусульман. Издание освещало как повседневные события, так и культурную жизнь региона. В 1912 году с целью сохранения устного народного творчества своего народа Абдур Ахман Умеров издает в своем издательстве книгу «Нугай Жерларе», нагайские песни, в которые вошли образцы фольклорных и авторских текстов астраханских нагайцев как из числа юртовцев, так и харагашей. В числе прочего Абдур Ахман Умеров издал старинные нагайские щеджиры, родословную астраханского мусульманского подвижника Саид Баба. Однако главным многолетним его трудом была история нагайцев в двух томах, которые, к сожалению, так и не увидел свет, будучи изъятый при обыске. Написание данного труда прекрасно иллюстрирует интерес Умерова к истории своего народа и желание сохранить это уникальное достояние для потомков. Также примером человеческих качеств Абдур Ахмана Умерова являются кунанические отношения, то есть родственные отношения, крепкая дружба и взаимопомощь с великим сыном, вот то, что Аминат Хасановна сказала, Ахмед Закива Лиди. В силу обширных знаний и авторитетов среди астраханских мусульман в этот же период он был выбран Мухтасейбом, главой астраханского духовенства. В эти же годы Умеров посещал многочисленные съезды мусульман, проводимые в Уфе, в Москве, в Казани, а позднее он даже и смог принять участие во Всемирном Иснамском Конгрессе богословов в Саудской Аравии, что означало его мировой масштаб. Немаловажно, что помимо занятий исламскими науками, просветительством, историей и фольклором, Абдур Ахмана Умеров активно участвовал в общественной жизни. Более того, стремился изучать и перенимать опыт шариатского делопроизводства в Советском Дагестане и даже выступал за создание своей территориальной автономной единицы для своих соплеменников и числа нагайцев Северного Кавказа. Однако, очевидно, что Абдур Ахмана Умеров прекрасно понимал, что при новой советской власти гнёт против верующих только лишь усилятся и вскоре глянут новые перемены и жизненные испытания. Всё это, вне всякого сомнения, требовало от него, как от духовного лица мусульман, стойкости, кротости, терпения и крепкой веры. Вскоре действительно последовала вторая волна, то есть первый раз он ссылку проходил, был в Казани. Вторая ссылка была уже в Малой Карелой Архангельской области, где в марте 1933 года расслабленный богослов и сын своего народа скончался после затяжной болезни. И самое интересное, те имамы, которые находились вместе с ним в ссылке, собирались на пятничный намаз именно у Абдур Ахмана Умерова. И в один из дней они сказали, «Хазрат, сделай дура, чтобы мы благополучно вернулись». Абдур Ахман Умеров сказал, «Я сделаю дура за вас, за себя лишь попрошу, чтобы Аллах принял все мои труды, которые я старался сделать ради него, ради довольства Аллаха. Поэтому, говорите, я попрошу за вас». И он попросил у Аллаха, чтобы эти имамы вернулись живые, здоровые домой. Так и получилось, что все имамы вернулись домой, а Абдур Ахман Умеров не смог после затяжной болезни, он там и скончался. Пусть Аллах далее его помилуют. Личность Абдур Ахмана Умерова может служить ярким примером объединение людей в религиозной идентичности, ведь среди его учеников были как тюркские народы, нижнего и среднего по Волжии, выходцы с Северного Кавказа и казахских степей. А значит, и сегодня фигура Умерова как некий объединяющий символ очень нужна российским мусульманам. В необходимости актуализации интереса к личности и наследию Абдур Ахмана Умерова продиктована сложившейся ситуацией на данный момент в российской уме и ее условиями. Сегодня мусульмане нуждаются в наглядном примере таких имамов, которые подобно Абдур Ахману Умерову сочетали в себе не только религиозные образования, но и светские образования, просветительские деятельности, участвовали в общественной жизни и стремятся сохранить помимо религиозной, еще и культурную и национальную идентичность, стремятся сохранить родной язык и прочие драгоценные наследия, доставшиеся от предков, при этом идя в ногу со временем. Тема изучения Абдур Ахмана Умерова не может считаться исчерпанной и не теряет своей актуальности и последний. Не менее важным считается ознакомление с ним широких слоев населения. Решение этой проблемы видится в переиздании имеющихся трудов и переводе на русский язык и адаптации к современному реалию, а также проведение научных круглых столов. Надеемся, вот это первое наше мероприятие будет стартовым, надеемся, что оно будет систематичным, и надеемся, что первое умеровское чтение стартовало. Большое спасибо вам! Сейчас слово передается Гидерниазу Даниилу Саиду Ахмедовичу, Институт истории, археологии и этнографии, доктор наук исторических, ведущий, научный сотрудник, профессор. Как известно, историю исламской печати в Российской империи открыл Исмаил Гаспринский с печатания в 1883 году Бахчисарая газеты «Тирджиман», переводчик на литературном, тюрки и русском языках. С появлением этой газеты среди мусульман, тюрок, страны активизировались движения местной интеллигенции создания тюркозыщной печати. Активная деятельность кримско-татарского просветителя Исмаила Гаспринска, нацеленная на обновление, приведение его соответствия с новыми требованиями и нормами образования в школе развития книгопечатания и периодической печати мусульман Российской империи, была поддержана прогрессивно-национальной интеллигенцией. Исмаил Гаспринский узаконил систему народного образования мусульман новые методы обучения джедедизем. Как известно, представители национальной интеллигенции, поддержавших модернизацию культуры мусульман России, назвали джедедистами Астамфурс за новый метод джедедизем. Единомышленники Исмаила Гаспринска были во всех уголках проживания мусульман в Российской империи. Одним из поддержавших это направление был карагарский нагаец Абдрахман Умеров. Умеров в 1889 году открыл новый метод, методная Медресе Низамия в Слободе Царевской под Астрахани, где наряду с религиозными предметами обучались светские науки. Являясь руководителем учебного заведения, он также преподавал арабский язык и литературу мусульманские науки в выпускных классах. При учебном заведении существовало обширение для иногородних. В Медресе учились шакирды, ученики из всех мусульманских регионов страны, в том числе и Кавказа. Следует отметить, что Медресе Низамия стала в рассматривание во время одним из ведущих научно-образователей центров среди мусульман юга страны. Выше уже указывало, что Умеров тесно общался с мусульманской интеллигенцией страны. Он лично был знаком с известным кумырским просвидителем Абсуфьяном Акаеве, часто встречался с ним. Кроме того, между ними шла многолетняя активная переписка. Как известно, Акаев был поэтом, опытным педагогом, фольклористом. Его имя было известно не только в Дагестане, Чечне и Северном Капказе, но и в Среднем и Нижнем Поволжье. Необходимо отметить, что на формировании Абсуфьяна Акаева, как педагога и философа, немалое внимание оказала учеба Казани, дружба с Абдурахманом Умеровым. Ни раз кумырский поэт Акаев в своей поездке Нижней Поволжье останавливался в гостях у Абдурахмана Умерова. 4 мая 1903 года мусульманной России торжество отметили в юбилей газеты «Терджуман», издаваем в Гаспринском Крыму, в Ахчисарая. В этих юбилейных торжествах приняли участие Абдурахман Умеров и Абусуфьяна Каев. Кроме того, Абдурахман Умеров тесто дружил с дагестанским лезгинским просветителем, историком, философом, автором книги «Оссарей Дагестан» Гасаном Алкадари. Особо памятным событием в жизни дагестанского просветителя Гасана Алкадари были дни, проведенные им в гостях у Умерова. Известный дагестанский ученый, вернувшись домой, посвятил Абдурахману Умерову стихи. Газета «Эдиль», издаваемая Абдурахману Умерову в своей типографии, была широко известна за пределами Астраханской области. Так, Алибеков, известный кумыгский поэт и просветитель, был активным читателем газеты «Эдиль». В 1909 году в одном из писем он писал, что «Живя Кизляре, наши получат эту газету, которая, цитирую, смело вскрывает проделки невежественных молл. Если почитаешь эту газету, то узнаешь, что она задевает и мурщида». Абдурахман Исмаилович Умеров сам также бывал в Махачкале. Об этих поездках он писал в своем дневнике «Турлё Гахаттага Саяхатляр» – поездки разных лет. В данный момент рукопись хранится в отделе рукописей Научной библиотеки Казанского федерального университета. Так, в частности, он записал в своем дневнике «Очисленность ряда народов Дагестана» на 1924 год в Дагестане. Кумыгар – 162 760 русских, 113 710 армян, 1945, Нувай – 56 041 человек. Турк, тюрки, ну это азербайджанцы. 34 656. Кроме того, внизу имеется интересная запись. Город Махачкала, бывший Порт Петровск, Народный комиссариат юстиции, Дагестанская ОССР, Отдел Шариата, Кадий, Баркуев. В 1925 году Умеров совершил поездку на северо-восточный Кавказ. Мне в своих записях отмечают, что многие нагайцы в середине 19 века покинули родные места и эмигрировали в Султанскую Турцию. В связи с этим сократилась численность нагайцев в России. Позже, в 1929 году, он называет нагайцев «Фахир Миллет» – «Несчастный народ». Он также считал, что нагайцы должны иметь единую административно-территориальную единицу. Умеров также указал, что пригороде Махачкалы живут тюркс-тарковские нагайцы, засулахские комыки, костековские, аксаевские нагайцы. Умеров утверждает, что правительство Дагестан ведет переговоры об объединении этих трех групп нагайцев. Он также пишет о десантских, дембардунковских и дешкульских нагайцах Старополя. Вполне возможно, что в ходе этих двух поездок на Кавказ Умеров вел какие-то переговоры об автономии нагайцев. Вполне возможно, что в 1925 году в Дагестане состоялось несколько встреч у Умерова Сабсуфьянова Каева. 30 июля 1925 года Умеров вместе с сыновьями Абдул-Хамидом и Абдул-Рашидом приехал в очередной раз в Махачкалу и был в гостях у имама Баязида шейха Хайрулина. Как известно, последний был выходцем из Уфимской губернии. В 1933 году подвергся раскулачиванию похоронен в Махачкале. На следующий день вместе с Хайрулином Абдурахман Умеров был на пятничной молитве в центральной мечети города. Затем они посетили Асферканский каремический музей. В Дагестане Умеров был в гостях у Абдурахмана Каева. Об этой теплой встрече его сын Абдурахмин пишет. Абдурахман жил в Нижнем Казанище, недалеко от Буйнакска. В моей библиотеке сохранилась его книга со сборник стихов дагестанских поэтов и произведений фольклора народов Дагестана Маджему Ауаш Ар Аджамия Кимирхан Шулат, 1912 год. Второе издание. Из Махачкалы Умеров поехал в Грозный и оттуда в село Толстаюр. Здесь Абдурахман Умеров узнал, что по пятницам на базар приезжают дерзкие ногайцы. Умеров обещали познакомиться с известным ногайским священнослужителем Балтен-Хады. Абдурахман Умеров с нестерпением ждал пятницы, чтобы познакомиться с Балтен-Хады. Пошел на базар искать посеред, но не встретил. Позже Балтен-Хады разыскал дом, где остановился Умеров. Их беседа затянулась за полночь. Нужно сказать, что их встречи состоят еще не раз. Абдурахман Умеров был приятным явлением высокой эрдуиции Хады Каранугая. Каранугайский Хады настойчиво приглашал Абдурахман Умеров в гости к себе. Гость из Астрахани обещал следующий проезд на Капказ обязательно побывать в гостях в Балтен-Хады. Но, к сожалению, эта встреча не суждено было сбыться. В 29-30-м годах в доме Абдурахмана Умерова сотрудники ОВПУ провели обыски и изъяли рукопись, среди которых была рукопись «История Нагайца» на Ухтамах. Оперативники забрали всю домашнюю библиотеку личную переписку. В личном архиве Умерова только писем насчитывалось 1182 штуки. В них содержалась богатейшая переписка, его переписка с известными лидерами науки, культуры, России, Турции, стран Ближнего Востока. В 30-х годах 20-х века Абдурахмана Умерова и Абдурахмана Умерова находились в ссылке в Архангельской области. Неизвестно, состоялась ли встреча на строительстве Белоборско-Балтийского канала. Необходимо подчеркнуть, что прорезивно астраханские Нагайцы сплотились вокруг Абдурахмана Умерова. Формирование мировоззрения известной Нагайской интеллигенции Булата Салиева, первого доктора наук, исторического наука, профессора в Узбекистане, Басира Абдулина, Абдул-Хамеда Жальбекова и других, способствовало тесное общение с Абдурахманом Умеровым. Замечательная плеяда Нагайца в Нижнем Поволжье, выросшая под влиянием известного просвидителя Абдурахмана Умерова в 20-х-30-х годах 20-го века, продолжила его начинание в становлении и развитии книжного отдела Нагайского народа. Именно они издавали книги на родном языке в 1929-31 годах в Москве в центре издательства. Салийца Дагестана, махачкалец, 1930-го года под руководством Жальбека успешно работал авторский коллектив, состоявший из Астраханских Нагайцев, Басира Абдулина, братья Мурзаева, Мирзаева, Амината Абдулина и супруга Кабира Абдулина, Ниязова и других. Следует отметить, что Абдурахман Исмаилович Умеров пользовался огромным авторитетом в мусульманском мире. С самого начала XX века он был делегатом всех съезда мусульман страны. В 1918 году он был избран имамом Мухтасиба Астраханской губернии. Есть данные, что он был следующим кандидатом на должность муфтия страны. Теперь мы с гордостью можем констатировать, что дела Нагайского просвидителя, выдающегося богослова, будут долго жить в памяти его благодарных земляков, способствовать воспитанию среди молодежи бережные отношения в национальной культуре и традиции. Необходимо также халатайство перед божестоящими органами о присвоении одной из улиц и культовым объекту Астрахани и районов имени Абдурахмана Исмаила Умерова. Спасибо. Бسمюля и рахмане и рахмане. Альхамду лилля. Ассалату ассаламу аля Расулли Ла. Уважаемые участники этого нашего долгожданного мероприятия. Я рад приветствовать. Большая благодарность Ильдару Хазрату за то, что он смог организовать это мероприятие. Наверное, больше около двух лет вынашивали мы. И, готовясь к этому мероприятию, мы с Марат Хазратом Бажмаевым, который сейчас находится в Египте на обучении, он хочет еще лучше изучить арабский язык, начали переводить труд Абдурахмана Умерова в учебник «Муалим сак аль-Лисан аль-Араб», то есть практически его значимость для имамов и шакиртов уже в настоящее время. То есть сто лет назад Хазрат Абдурахман Умеров написал учебник «Сторяжение глаголов арабского языка». И когда начинаем мы его изучать, мы очень удивились, насколько у, как Ильдар Хазрат говорил, насколько у Абдурахмана Умерова были глубокие познания арабского языка. История отечественной исламской богословской мысли привлекал и будет привлекать исследователей своей малоизученностью и актуальностью. Внезапный и неожиданный для многих исламский ренессанс в 80-х, 90-х годах имел спонтанный характер в связи с крушением прежней политической системы и базировался на попытках переосмыслить и привить исламскую традицию. Для этого, из-за того, что у нас в духовных управлениях у мусульман не осталось практически никаких корней, не было преемственности для имамов, то есть старое поколение имамов практически все вымерли, в советский период осталось только традиции как омывание покойников, захоронение, наречение имени, а вот такой научной традиции, к сожалению, прервалась. И вот для этого зачастую привлекались исламские веяния и методики, пришедшие извне, то есть из других стран на то время. В начале 2000-х годов наметилась тенденция возвращения своим корням, но, к сожалению, в то время носило это только декларативный характер. Начиная же с этого времени, хвала Всевышнему, уже начал выходить ряд работ, который продолжает выходить в печати в электронном виде наследие отечественной мусульманской богословской мысли, свойственной в особенности нашим тюркским народам, традиционно приверженцам ханафитскому масштабу. В этой связи хотим обратить внимание на творчество и наследие нашего земляка Абдурахмана Умерова, известного мусульманского алима, ученого и просветителя, выходца из Ногайского народа, который жил в конце 19-го, в начале 20-го века, на стыке эпох, и сумел воплотить и объединить исходную традицию мусульманской учености, то есть старую школу, и с новым методом обучения Усулиль-Джадид, новометодную школу. И Умеров смог это сделать, так как он был разносторонней личностью, однако мы хотели бы сейчас в своей работе я сконцентрироваться только на одной из его сторон многоградного таланта. Особенно ценным и актуальным для изучения, помимо прочего, нам видится его наследие и достижение в изучении и преподавании арабского языка. Как известно, арабский язык имеет совершенно особый статус в исламе, так как является языком священных текстов, Кур'ана, сунны пророка Мухаммада, са салям, языком богослужения, языком всех основных теологических трудов, тафсира, толкования Кур'ана, ахида, вероубеждения, фикха, исламского права и так далее. И это обуславливает необходимость обязательного изучения для тех, кто решил изучать и преподавать ислам. В частности, труд Муаллим Сарфа-Лисан Аль-Арад, то есть учитель спряжения глаголов арабского языка. Данный труд особо ценен тем, что при его составлении автор руководствовался нуждами своего времени в простом и понятном пособии для шакирдов в медресе, то есть учеников в медресе, изучающих арабский язык. Когда мы начали переводить эту книгу, в самом начале как раз автор и дает пояснение, почему он составляет новый учебник. Он объясняет это тем, что на то время в царской России изучались, арабский язык изучался по учебникам арабских авторов либо персидских авторов. И для того, чтобы изучить арабский язык, приходилось нашим шакирдам, российским, на то время изучать еще и персидский язык. То есть, поэтому он для удобства и чтобы не было потеряно драгоценное время в молодости, он именно положил основание вот этого учебника на тюркский язык, чтобы все тюркские народы нашей страны могли сразу приступить к изучению арабского языка. По своей информационной насыщенности данный труд в сжатой форме дает множественные примеры спряжения глаголов. Здесь я только одну страницу показал, но если мы саму книгу откроем, увидим, то он довольно-таки подробно разъясняет, в какой форме какой глагол надо и как его необходимо спрягать, и как необходимо понимать данные слова. Он снабжен таблицами, практическими примерами применения флексии в построении арабских слов и предложений. Стоит особо отметить, что, как я уже сказал, на данный момент те или иные пособия по грамматике арабского языка либо являются предназначенными для арабоязычной среды, то есть на сегодняшний день те учебники, которые на сегодняшний день у нас есть в наличии, либо они подготовлены для арабоязычной среды, привезены из арабских стран, либо представляют собой учебники для светских вузов, которые изучают арабский язык, если первые предполагают наличие первичных знаний у носителя языка, то есть человек уже должен что-то знать, то вторые очень сильно нагружены громоздкими конструкциями и сложными построениями текста. От всех их выгодно отличает как раз-таки пособие Абдарахмана Мерова, причину надо видеть его глубоком познании, многолетнем опыте преподавания арабского языка, равно как и в том, что Умеров руководствовался потребностями учеников от его шакирдов, которым прежде всего был незнаком этот предмет. Данный труд был восторженно встречен в свое время в богословской среде и выдержал очень множество переизданий. Его до сих пор используют в Средней Азии. В Узбекистане в частности переиздали его, положили тюрки на узбекский язык и также преподают, как преподавали сто лет назад практически без изменений. То, как был принят и сохранен этот труд среди мусульманских народов бывшей Российской империи, лучше всего свидетельствует о ценности наследия Абдарахмана Мерова. От нас же, его потомков, требуется обращение к этому и другим его трудам, в частности из этого труда на сносках мы увидели у него рекламу на некоторые трубы, например, Тарихуль Амбия, История пророков, где он поясняет, что он туда в эту историю пророков включил. К сожалению, я вот сам искал, его еще этот труд не нашел. Труд включал себя, начиная от Адама Алейсалям, пророка Адама, и заканчивая историей Золотой Орды. И Астраханского ханства в частности. То есть был обширный труд, Абрахман Умеров сумел нам оставить такое наследство. И в переиздании, и в более современной и доступной форме, что будет способствовать повышению качества обучения исламским наукам и арабскому языку российских мусульман, повысит, иншаллах, престиж мусульманской умы Астрахани и России в целом позволит достойно развивать и популяризировать отечественную мусульманскую богословскую школу и общее наследие тюрко-мусульманских народов России. Спасибо большое за внимание. Извините, волновался. Очень древние связи, как и в 14-16 веках, говорят историки, были такие тесные контакты. И, естественно, эти контакты продолжаются и продолжаются по сегодняшний день. До революции эти контакты тоже активно продолжались. Как известно, наш известный ученый Ахмедзаки Валидов и его родственники позже общались с Абдурахманом Гумеровым. Об этом он сегодня уже упоминали. Я хочу на некоторые моменты тоже остановиться и рассказать и дать свою интерпретацию тоже. Он Валидов говорит, что два раза был в Астрахани, описывает о том, что он писал первые свои статьи, которые были опубликованы в газете Идэй. Я искал эти статьи и нашел некоторые статьи, которые были подписаны как Ахмедзаки и Ахмедзаки Валиди. То, что он говорил, это мои самые первые были статьи. Они относятся к 1908-1909 годам. Был такой момент, о котором очень упоминает Валиди. Он говорит, что его хотели оставить работать в Астрахани, чтобы он работал редактором. Ну, естественно, у Валидова были другие планы, и он там не остался. Он про связи своей семьи с Абдурахманом Гумеровым описывает в трех главах своих воспоминаний. Он упоминает о книге Кафия, которую издал, перевел с арабского языка и издал Абдурахман Гумеров. Эта книга была издана в 1906 году в Казани. И, естественно, сегодня упоминали о том, как он подписывал свои письма или документы Абдурахман Гумеров, то в этих своих книгах, как мы сейчас только недавно увидели, когда показывали слайд-шоу, там он подписывал, например, Кабдрахман бин Исмабил бин Гумер аль-Хажи Тархани. То есть вот книгу перевода в Кафия он тоже так же подписал. То есть эта книга была издана и по литографии торгового дома братьев Каримов в Казани в 1906 году. Я вот не знаю, эта книга переведена на современную графику, на современный язык или нет, не знаю, но она переведена с арабского на тюрки. То есть там имеются и османские элементы, очень много. Как мы видим в газете Идель, она тоже писалась на таком языке, на тюрки. и нам во время изучения различных рукописей, мы совершаем экспедиции, иногда работаем в архивах, приходилось встречать, ну, иногда вот обрывки книг, даже я видел обложку где-то вот на этой книги. С газетой Идель, конечно, я давно знакомился, и вот слушая предыдущих слушателей, я решил, что к этой газете нужно обратиться еще раз, чтобы получить еще больше новые сведения. Закивалидов пишет о том, что Абдурахман Гумеров был также в Башкирии приезжал, приезжал к своему учителю, а этот учитель был дядей Закивалиди, это Хабиб Назар Утяки. Он тоже был известным деятелем, сейчас эта деревня у нас относится к Гафурийскому району, он соседний район с Шимбайским районом, где родился и жил Ахмед Закивалиди. Также он пишет о том, что Абдурахман Гумеров посещал те места, которые описывались в Нагайских Дастанах, эпосах. То есть естественно со средних веков у нас были тесные связи с Нагайцами. Естественно, например, если спросить, у некоторых Нагайцев, может быть, не знают, где находится гора Иремен. Она находится в Башкирии, в Верховьях реки, в Ичилинском районе у нас это есть. Могу такое сказать, например, интересный факт. Хочу также сказать, что встречался с Нагайцами, сегодня упоминались и в Турции. Я был у них на Сабантуе, вот сегодня говорили, что уехали. Там, например, недалеко от Анкары есть деревни, в которых живут Нагайцы. Сохранили язык, видел Нагайского поэта, который пишет стихи на Нагайском языке. Это очень, я считаю, сохранить язык и писать на своем родном языке это большое достижение. Я вот по своим наблюдениям могу сказать, что в архивах можно еще обнаружить документы по Абдурахману и Умерову. Возможно, я думаю, даже можно будет найти некоторые его письма. Хочу вас поблагодарить и пожелать успехов в работе конференции. Надеюсь, что эта конференция будет не первая и не последняя будет еще много-много таких хороших конференций, которые помогут пролить свет деятельности Абдурахмана Умерова и в целом могут осветить многие стороны истории Нагайского народа. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, наши замечательные организаторы, дорогие наши гости. Я много раз выступал по Абдурахмана Звадиловичу Умерову и письменно, и устно. Признаю Сулейман Татарший Рахимова и его сына хорошими Умерововерами, но спорил с ними иногда довольно-таки нелицеприятно. Поэтому выскажу, не повторяясь сильно, выскажу некоторые новые соображения и свои мнения по всем этим вопросам. Дело в том, что каждый из нас и Абдурахман Исмодилович и любой из здесь присутствующих опутан очень многими социальными связями и выступает в самых разных качествах в течение своей жизни. Вчера я был в одной роли на молодежном мероприятии, сегодня немножко в другом, и это все-таки что-то как-то накладывает. Дело в том, внезапно открылось, что у меня были в Астрахани среди видных тюркологов старшего поколения хорошие товарищи, которые знали Абдурахмана Исмодиловича. Я только не успел как-то спросить. Но дело в том, что я его признаю ученым, настоящим ученым, редкостным элититом и замечательным талантом организатором. Так пробиться из бедной полукучевой семьи до высот религиозной научной деятельности в Астраханском регионе это надо уметь. Я об этом еще скажу. И его признавали все, его авторитет насколько мне известно был совершенно незыбным. Но я-то ученый Светский. И тут некоторая разница есть. Мои старшие товарищи были в 17-18 году немножко в другом политическом ладере, чем он должен Абдурахман Исмодилович. И хотя в Астрахани никто сильно ни с кем счета не сводил, определенный акцент здесь ставится и его невозможно избежать. Невозможно избежать. я сейчас изучаю Ахмадзаки Ахмадшайевича Валидова Валидова я все-таки считаю наш вносить фамилию какую получил при рождении иначе все Викторы даже как Хлебников сменят себе имена. Не считаю это полезным и достойным. И оставаться в той национальности в какой родился может быть немножко ее уточняю. То, что Абдрахман Асмадзаки всю жизнь насколько мне известно после эволюции писался Карагач это не вызывало сомнений нигде и никак и ни у кого никогда. Всем ясно что это связано на лице. А не так как нам иногда говорят из других городов или даже в Астрахани. Научная школа выпускников Медресы немножко иная чем та в которой мы воспитаны и мне это приходится учитывать. Логика выстраивания текста великолепная. Но обычно берется только часть фактов без хороших сносок идет переход к других кой части фактов и выводы делаются далеко не всегда. Пользоваться этим нужно но учесть что то что нас учили по разному и в разных городах и в разных традициях тоже увы приходится. Тоже увы приходится. Тем не менее о научном наследии Драгмана Асмадзаки мы я думаю еще скажем и у меня есть некоторые предложения но у них немножко почек поскольку своего времени я не исчерпал. Абдрахман Асмадзакович стал первым имамом Мухтасибом. То есть координатором религиозных общин назовем это так. В новейшее время в Астрахани все прошло тоже тем же путем но я вот тут высказал свое мнение в Астраханской области уже месяц как существует одновременно Муфтият и Мухтасибат. Не мое дело дело самих религиозных организаций и религиозных лиц но тем не менее можно запутаться тем более к сожалению некоторые национально-культурные общины поддержали одну ветвь некоторые другое хотя это в общем-то не их работа. Центр и традиция религии на Ближнем Настоке но здесь-то родная тюркская традиция они перекрещиваются но они все-таки немножко разные по сути поэтому поймите мою позицию даже если кто-то придерживается немножко другим другой не буду залазить в доклад Андрея Вячеславовича события были трудные в начале 18-го года в Астрахани но как-то область их регион сумел пережить сумел пережить то что оказались люди в разных лагерях другое дело дослед дальнейшее развитие оно нередко оказалось тяжелым и даже в отношении научного наследия не обеспечило должной сохранности и было весьма печально несколько слов скажу немножко я об этом и что самое главное у Абдрахмана Исмодиловича были замечательные ученики и я счастлив что рукопись в архиве города Махачкалы попалась мне в руки воспоминания Абдултамид Шаджины Бекова о том как его ученики сплотились и там же ну может быть не на цареве может быть за царевом создали эту великолепную организацию исследователь СИДЖИН который мы постоянно вспоминаем то что у человека есть ученики а у учеников есть свои ученики это значит дело остается это значит все было не зря в тот период о котором мы и ведем речь трагическая судьба человека большие потери научного наследия коллеги я лично не знаю религиозный национально-культурный деятель художник артист насколько он должен быть политиком мне приходилось побывать в самых разных качествах и исследователям ученым и организаторам администраторам менеджерам и политикам тоже все далеко не безупречно и все ведет к каким-то попущениям если вам дали возможность съездить на всемирный мусульманский конгресс очень-очень хорошо но если вы возвращаетесь через Стамбул не встречаетесь с эмигрантами тем более не ходите к ним домой иначе это чревато политически очень большими опасностями насколько я понимаю так и получилось так и получилось увы увы это была реалия тех сложных лет тех сложных лет но тем не менее часть наследия это Абдрахмана Исмадюловичу уцелела и мы можем им горзоваться поэтому я предлагаю с этой хорошей трибуны да с трибуны произвести три фондирования в Махачкане в Черкесске и в Астрахани собрать по крайней мере в копиях все уцелевшие материалы по крайней мере то что уцелело и по возможности осуществить или начать их осуществлять перевод на русский язык с тем чтобы им пользоваться более широко там дальше могут открыться и какие-то лазейки чтобы подобраться к тому наследию которое где-то хранится но мы его сейчас не можем найти это было бы первым шагом я бы с удовольствием со стороны Гайского национального культурного общества и его сейчас многочисленных ответвлений был бы рад если бы такая работа была проведена была проведена и нам бы исследователям современным это было бы более полезно и более удачно с таким замечательным наследием работать я назвал много интересных имен это доброе наследие для всех нас не будь этих замечательных деятелей мы бы здесь не собрались сегодня а мы вот тут старые друзья хотя пока молодые как вы видите люди достаточно представители разных регионов юга России мы сумели собраться всем ясно что на Гайсе живут везде в том числе и в Астраханской области и все больше проявляется что у них много интересных необычных субботнических групп посмотрим во что это выйдется дальше в ближайшее время мы получим какие-то статистические данные мне кажется что Абдер Рахман Исматилович если бы он жил в наше время он был в общем-то довольным тем что сейчас происходит в научной в общественно-культурной и на их перспективных видах деятельности еще раз моя вечная песня нужна творческая и студентская молодежь мучаю мучаю национально-культурные общества в Астраханской области уже микрофон прожушал дайте десятиклассников не алиси в коммерцию да действительно жить пол жизни нищенству я но служа своему народу никто сильного большого желания не обнаруживает не тот коммерческий век но если сегодняшнее собрание ориенило место и будет иметь продолжение значит не все так печально и хорошие перспективы и следовательской и творческой работы еще есть и они совершенно наглядны рад тебя приветствовать у нас сегодня хорошая встреча и пусть она имеет продолжение я очень рад всем всего доброго спасибо большое спасибо сейчас выступает изранов Андрей Васильевич представлен кандидат исторических наук оценка кафедры истории России Астраханских государств во-первых хотел бы поблагодарить приглашение мне кажется что вообще у нас редко проводят вот какого-то научного плана побольше таких мероприятий на самом деле но не только научного скажем так научно-смешанного и то личность о которой в памяти которую мы проводим это мероприятие безусловно достойна безусловно достойна Артур Архман умер я так же как и многие здесь присутствующие неоднократно в своих исследованиях сталкивался с его именем с его различными деяниями наследием порой неоднозначно как Михаилович говорит кстати я бы или вот может быть не сегодня а в последующей встрече хотел бы обсудить какие-то неоднозначные стороны его жизни его деятельности потому что есть вопросы и если мы будем обходить эти вопросы то мне кажется это не совсем правильно не совсем по праву и вот одна из этих тем это Артур Архман умер как мухтасип мухтасип Астраханского края я не буду говорить долго о том как родился умер как он рос как он начинал свою деятельность потом вступил в полус рассвета руководил газетой мусульманским обществом и так далее и тому подобное здесь об этом я думаю многие и так знают исследовательском плане в плане познания личности умер недавно я работал над одной статьей которую уже закончил к счастью мусульмане революции когда-то я эту тему затрагивал но признаюсь честно уже сейчас спустя много лет затрагивал достаточно поверхностно в своих исследованиях и вот решил более глубоко погрузиться и даже какие-то свои прежние выгляды немножко пересмотрел и в частности в этих событиях революционных событиях в Вастокле как раз опять проявился умер опять его текучая деятельность здесь нашла свое место мы знаем что он был арестован до революции был отправлен не в ссылку куда я подчеркну а поднажер полиции в Казах ну в принципе неплохое место даже по сравнению с Вастокле и какое-то время он там находился в февральской революции 17-й год позволил ему вернуться в Вастокле что он с удовольствием конечно и сделал собственно говоря он пасковал в Казани несмотря на все красоты этого города и природные он моментально вернулся конечно в родную Вастоколь и здесь как раз очень быстро вступил в ряды мусульманского движения надо сказать что после февральской революции был создан мусульманский комитет мусульманский комитет впоследствии переименованный мусульманский городской бюро но это по сути было первое мусульманский орган самоуправления появившийся в демократической новой России в Астрахани его основу составили несколько городских иманов преподавателей мусульманских учебных заведений многие бывшие члены мусульманского общества джемат-исламиньи как раз тоже вошли в мусульманский комитет представители избрали Фатиха Шамасова или Фатих Шаймаси иногда он так себя именовал подписывался он был сыном муны на первой мечети до революции он являлся членом мусульманского общества Джаман Хайри это благотворительное общество и общество обечительства бедных мусульманах или бедных татар иногда по-разному его называют известен он также журналистской деятельностью в общем один из представителей таких вот мусульманской интеллигенции мусульманской бедных татар известно что мусульманскую городскую игру направлял делегатов на второй всероссийский мусульманский съезд который проходил летом в Казань средний был в частности тогда еще молодой Абулхамид Джимбеков туркменский богослов Абдурахман язов не изъять все они были незаменитые все они были учениками в начале ноября 1917 года это уже после октября с преволюцией до Астахани она еще катилась еще у нас здесь в общем-то не произошло прошел съезд мусульмана с татарханской губернии на котором присутствовали представители мусульманского духовенства мусульманской интеллигенции и гуржуазии и в частности было создано два органа самоуправления мусульман края мили и даре национальное управление имели шорох национальный сайт во главе их организации встали ряд лиц в частности тот самый Фатих Шеймаси Наджиб Мавлю Берти еще один представитель тоже в общем-то местной интеллектуальной мусульманской такой общественности известный под псевдонимом Гасри Наджиб Гасри и Абдурахман Умер кстати вот для меня пока еще не ясный вопрос кто возглавлял национальное управление потому что в некоторых источниках его руководитель называется Абдурахман Умер в некоторых Фатих Шамасах но ясно что они втроем составляли троицу умера управления между ними нет конфликтов и в общем-то может быть кто-то из них в какой-то момент представлялся руководителем в другой ситуации умеров представлялся руководителем повторяю их умера был такой единый сплоченный умера умера в основном религиозный вопрос вот Московская газета «Власть народа» 3 октября 17-го года сообщает астраханские татары выделили в некую автономную единицу и избирали проект листовный кабинет во главе с президентом министром Абдурахман Умер называют президент министр национального управления милиции повторяю в других источниках таких Шаймаси именуется руководителем этой организации поэтому по разному чувствую известно что Абдурахман Умер был избран мухтасибом мусульман края то и фактически был создан мухтасибат был некая организационная структура мусульман которая сняла мусульманские приходы губернии и по сути это была наверное первая полно самостоятельная организационная структура местных мусульман известно что национальное управление и его лидеры Шаймаси Гасри и Зимеров устанавливали контакты со старханским казачеством даже вели переговоры о том чтобы некоторое население окрестных нагресских татарских сел по примеру калмыков до этого калмыки вступили частично в астраханское казачество также они переговоры чтобы вступить в астраханское казачество чтобы усилить военный блок известно что в революционных событиях конца 1917 года и январских событиях 1918 года когда собственно произошла революция в январе 1918 года национальное управление издавалось издавалось в типографии на шриятах вступили вступили мусульманин он был активным деятелем мусульманской роты 156 запасного пехотного полка и именно эта рота сыграла одну из ключевых ролей в победе большевиков большевикам удалось переманить мусульманскую роту на свою сторону а это была как пишут многие источники наиболее приспособленная рота в составе 156 пехотного полка многие солдаты после революции разбежались и 156 пехотный полк он был очень дезорганизован мусульманская рота не разбежалась она была более-менее боеспособна с оружием занимали казарму и вот была борьба за симпатии мусульманской роты между национальным управлением и большевиками и вот один из большевиков бусин подхолин в своих воспоминаниях они есть в архиве и они опубликованы в сборнике хрестоматии борьба за власть советов в ассарханском крае это еще в 50-е годы выходила хрестоматия очень хорошая хрестоматия кстати он пишет что в определенный момент в начале дворя 18-го года от Мелиги Даре во главе с Умеровым пришла представительная делегация которая вела переговоры с большевиками о том чтобы они не трогали мусульманскую роту о том чтобы мусульмане вообще не принимали участие в каких-то событиях и занимали нитералитет ну мыслим подхолин победоноском потом завершает что они прогнали Умерова что они победили что солдаты мусульмане все равно за советскую власть представители духовенства буржуазии они не смогли ничего сделать но мы можем только догадывать что все равно представители национального управления вели какие-то переговоры с офицерами мусульманской роты мусульманской офицеры но по офицам большевиков там были все-таки сильные все-таки сильные там действовал совет при мусульманской роте в основном доминировали большевики ну и немножечко СССР как там было. Национальное управление в ходе январских событий 1918 года в основном придерживалось нитераритета, хотя большевики заявляли о том, что, конечно же, все-таки это некие классовые враги для них были, выражали интересы буржуазии, духовенству, состоятельных слоев мусульман, скажем так, регионов. И довольно осторожно относились к национальному управлению, в своих воспоминаниях они прямо называют их врагами. Но мы видим, что эта позиция была все-таки ближе к нейтралитету. Раньше мне тоже представлялось, что национальное управление достаточно жесткую большевистскую позицию занимало. Нет, сегодня я, наверное, отказался от своих прежних взглядов. Пронизировав источники, пришел к выводу, что национальное управление старалось быть ближе к нейтралитету. В частности, там даже известно, что когда шли январские бои между сторонниками противника советской власти, боевые подразделения национального управления держали по периметру караулы, патрули вокруг татарских кварталах. Ну, это вот, имеется в виду, где улица Казанская, там близлежащая вдоль моста. И пускали туда ни красных, ни казаков, что очень интересно. Патрули с белыми рукавными повязками стояли на ключевых улицах, на мостах. И неизвестно, что когда большевики пытались туда проникнуть, они их не пустили. До конфликта вооруженного не дошло, стороны предпочли договоренности словами и разошлись. Но известно, что в другой день туда пытались прорваться казаки. Их также не пустили. В общем, позиция нейтралитета, хотя, конечно, наверняка вряд ли лидеры национального управления испытывали большую симпатию к большевикам, но старались показать, что они не будут вмешиваться в эти события, что они, в общем-то, их не касаются и что они стараются с любой властью впоследствии будут контактированы. Ну и, кстати, после победы большевиков, действительно, какое-то время национальное управление не было распущено, оно еще несколько месяцев существовало. Меру сохранял хостом Кдасиба. Но все равно к лету 2018 года их разогнали. Уже был создан, собственно, гусульманский городской совет рабочих и лавейских депутатов. Потом он был беремен в губернский комиссариат по мусульманских делам или мусульманский комиссариат. Там один из мусульманских большевистских лидеров, Касиб Тульбахтин, известная персона. Кстати, до революции активный участник мусульманского общества Матвис Рейслова, но впоследствии ставший активным таким большевиком, атреистом и так далее. Ну, многие люди тогда меняют, скажем так, свои позиции какие-то. И вот Касиб Тульбахтин как раз уже такой официальный мусульманский лидер про большевистский, про советский. Сказали, что зачем еще говорить национальное направление? Есть мусульманский комиссариат, он отражает интересы всех мусульман. А все мусульмане это трудовые мусульмане, они за советскую власть, естественно, как декларировалось. И поэтому национальное управление было распущено. Однако у меня был сохранен за собой пост Мухтасиба. В течение 20-х годов мы знаем, он продолжал активную религиозную деятельность. В частности, в 20-х годах был издан состав Центрального духовного управления мусульман России в Уфе. В 20-х годах был в составе делегации советских мусульман на Всемиргумыславском конверсе в Мекке. Но вот еще, кстати, интересное высказывание. Московский этнограф Пятницкий, как произвестно, доктор Михайловичу, его сочинение, напишет тоже в своей статье ученых о мусульманском смысле, кроме астраханского Мухтасиба Кумерова, в Астрахани нет. Он однозначно признает статус выдающегося мусульманского ученого только за Умера. К тому времени, правда, уже многих и не осталось в Астрахани. Кто-то уже скончался, либо эмигрировал. Безусловно, даже с учетом этих факторов, все-таки масштаб Мюмерова он впечатлял. Да, ну и, собственно говоря, наверное, на этом я буду заканчивать, потому что его деятельность, как Мухтасиба, конечно, требует более детального изучения, и, по-моему, она сегодня еще не до конца лет. Все, спасибо. Большое спасибо. Вы сказали, что в периоде революции в февральске, в ноябрьске создалось мусульманское общество, да? Скажу так. Правильно? Мусульманские общественные организации еще до революции. Я просто хотел для себя вытащить, вот и цели, задачи какие были, и еще в аспекте российских государств, и приверженности, ну, вы сказали уже, они не интерпретарь соблюдали, но какие-то они задачи перед собой ставили. Просто хотелось вытащить. Да, я понял, да. Дело в том, что надо разграничивать, что, смотрите, до революции в России, и в частности в Астрахани, возникло несколько мусульманских общественных организаций, ну, в частности, Джамат Исламиев, в Главе Сумерность, да? После революции возникали уже органы самоуправления. Ну, и в целом, в целом, что по России, что по Астрахани, в частности, по губернии, эти, ну, собственно, общественно-политические структуры в основном выступали за автономию. За автономию или за какие-то культурно-автономистские права. Есть очень хорошая монография Салавата Исхакова «Российские мусульмане. Революция». Ну, лет 10 назад. Это фундаментальная вещь, и он тщательным образом анализирует вот именно взгляды большинства, таких мусульманских органов самоуправления. И приходит к юрду, что большинство из них, в том числе и в Астрахани, не придерживались сепаратизма, не выступали за создание каких-то независимых государств. Как правило, максимальное требование – это предоставление каких-то культурно-автономистских прав. Создание каких-то там национальных районов в составе вот тех или иных субъектов. Очень редко кто из них откровенно выступал с позиции сепаратизма. И вот как раз в своей монографии Исхаков, он, в общем-то, развенчивает этот стереотип, что мусульмане до революции в России хотели отсоединяться, создавать какие-то… Большинство политических мусульманских движений даже в намеках не предполагало такие резкие приметы. Мусульманам не хватало автономии. Не только мусульманам, многим национальным, скажем так, или конфессиональным общинам. И мусульманское стремление к автономии, оно в основном привлевалось от их политических движений. В том числе и здесь. Сначала мусульманское бюро, а потом национальное управление, милегидары, пытались постоянно в контактах с властями. Причем как с демократическими, так и потом и с советскими. Они не выступали против, как мне кажется. Здесь в революционных событиях позиции не третят. И в дальнейшем они не поддерживали советскую власть, но и не выступали также против. В любом случае, советская власть их потом перемолвала. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники Мирных Чтений. Я вас всех рада приветствовать, всех рада видеть. Ну, уже много сказано было непосредственно о деятельности, непосредственно о Грахмала Исмаиловича. Уже не хочется повторяться о том, что, конечно же, его последователи поработали на территории Побожья, Средней Азии и Кавказа. Хочется остановиться на одном ярком, так скажем, на одной яркой личности. Отрадно, потому что я сама являюсь землящикой от Рахмала Мира. Уроженцем я являюсь уроженцем одного села, Схитовки. И приятно мне вот сейчас рассказать немножко об лакомедшем веке. Как у нас говорят, у Нагайцев на Ашют. Вот, у меня мама родом, скажем, исхожитая. Двойне приятно. Очень близкие, так скажем, для его сердца люди. Просто нравится их деятельность, так скажем, родственные люди. Ну, вот, хочется сказать тоже, вот, в те времена, в начале, так скажем, в конце 19-го, начале 20-го века, при году Астраха начали заселять Нагайцы среднего достатка. И вот так вот, по воле судьбе, так скажем, в одном месте оказались и Умеров, и отец Жени Бекова, и многие другие, и семья обдувленных, даже. Вот, когда-то Славок Тиак называли Хараваш-аум. Вот, сейчас я заберу это название, потому что прекрасно, я считаю. Очень много, так скажем, Умеров открыл Медреса незаметно, который явился очком распространения, как мы говорили, житейских идей по Волжье, Средней Азии и на Кавказе. Выпустил замечательную книгу «Новаджер Лорен» и «Нагайские песни». Также, к сожалению, не сохранился его фундаментальный труд по истории ногайского народа. Это бесцентное, так скажем, наследие, которое исчезло в период политических репрессий. Медресы, созданные им непосредственно, Медресы Нового Кипа, где велось обучение, так скажем, системным, с применением новых методик. Ну, известно то, что в начале 20 века уже в разных губернах Российской империи уже служили 30 учеников Андрахмана Умерова непосредственно имамами. Разносторонние образования получились в стенах Медресы Незамей, которые способствовали, конечно, появлению светской интеллигенции в Астраханском крае. Среди его учеников еще раз хочется отметить таких замечательных деятелей. Это, конечно же, драматург, учитель, журналист, фольклорист Абдухамид Женебеков, также писатель Басир Абдулин, поэты Бахридит Мустафин, Керечи, Габас Душенов, историк Бекулат Салиев и многие другие. И вот одни, те самые известные территории Астраханской области, Северной Кавказы, вообще вот в нашем мегайском мире это Абдухамид Женебеков. Ну, можно его деятельность разделить на два периода. Первый – это Астраханский, второй период, конечно же, это Северокавказский. В Астрахане он обучал детей на территории Красноярского уезда непосредственно. Это Ессакан, в селах Навруссака, Айсапай, Хажитайской школе. Обучал, преподавал он кроме арабского, тюрки и русский язык. В Астрахане он непродолжительное время принимал участие в издании журнала «Пуша». Но вскоре его закрыли, поскольку журнал сочли его достаточно радикально, так скажем, власти на тот период. Женебеков продолжает вести педагогическую и просветительную деятельность воулок Астраханского уезда. В те же годы он стал записывать нагайский фольклор. И справа установлено, что он работал учительом еще и в царевской школе Яксарской. В 17-м году он также продолжал преподавательскую деятельность уже среди юрских нулайб, как он и пишет в своем рукописном сборнике «Моё же описание» среди юрских нагайцев, «Ара-Илия» именно это подчеркиваю. В те же годы по его инициативе был создан творческое объединение молодых нагайских ученых «Джин», что в переводе означает «собрание». Председателем «Джина Арасе» на тот момент был избран Наджип Малюбергиев-Касрей. Заместителем был как раз-таки Аблокамид Джинбеков. Члены Кружка, они занимались, собирали фольклор, вели работу, изучение, распространение этнокультуры награде Астраханского края. Второй период творчества уже начинается в 20-х годах, когда по приглашению в город Грозный Аблокамид Джинбекович уезжает из Астрахани. И так он работал с Грозным, Терской области, в Чакулаке. С научным деятельством побывал в Селиканглэй, это сейчас Минералуцкий район, Ставропольский убеденый. В Владикавказе, Дагестане, Черкесской области. Усиленно он продолжал всегда кроевидическую работу, изучал историю наградцев. Вот в аулах он первым делом организовал окружное методическое объединение, наградскую чили, и обязательно кружок краевидный. Появлялись на свет научные доклады, материалы, по которым Джинбеков собирал по наградьскому аулу многие годы. Это и как в Астраханской области, так и по северному Кавказу. Часто он выезжал на характерность экспедиции, в районные, в компактном проживании наградцев. Фиксируя в наградских героические эписы, любовную лирику, малую форму, жанр, густонародную фольклора, обряды, бытовую поэзию. В истории наградской культуры Джинбеков вошел как собиратель, исследователь фольклора наградского, филолог, видобол, драматург. В результате его 30-летней работы явился рукопись, четырехтомник устного народного фольклора, который он назвал «Сус Казнасы», то есть «Сокровищество слов», который мы сейчас имеем в руках. И очень отрадно, спасибо, хочется вам сказать, вашему институту Метаве за то, что он выпустил такой прекрасный сборник, такое прекрасное наследие, мы можем насладиться его творчеством и черпать оттуда вам, так скажем, идеи, мысли, знания. Спасибо вам большое за это. Труд, конечно же, Джинбеков дает достаточно полное представление о наградском быте, истории, менталитете, фольклоре, его жанре, эстетическом богатстве. В 1928 году завершил работу наградским алфавитом на основе латинице. На основе латинице, прошу прощения, составляет первый наградский букварь, грамматику, морфологию, сектарский наградский язык, учебник для ликбеза, схода орфографических правил наградского литературного языка, орфографический сборник. Уже в 1938 году Джинбеков совместно с Кормоналиевым составили наградскую грамматику наградского языка на основе кириллицы. Джинбеков считается одним из первых национальных публицистов, педагогов, первым учителем-историком, фольклористом, этнографом, филологом и является основоположником нагайской и советской литературы. Ну, очевидно, вот, так скажем, в любом случае повлиял на его творчество, конечно, его учитель Адрахман Кумера, который навсегда останется в нашей памяти, конечно, как педагог, просветитель, журналист, мусульманский лидер, отдавший все свои силы, идеи единства и прогресса нагайцев, не только Астрахани, но и России в целом. И вот в период этнического ренессанса, это вот конец 80-х, начало 90-х годов, когда в Моеве заговорили о возрождении национальной традиции, имя Адрахмана Кумера и его последователей, учеников, всплыло в Моеве. Она стала символом деятельности, возврата от традиций нагайцев Астраханской области. В 1992 году под эгидой областного общества нагайцев культуры Берлик стали проводиться дженебековские чтения, посвященные творчеству Дженебекова. Агулхамид Дженебеков родился в Астрахани, затем уехал на Северный Кавказ, и получается, что он сыграл большую роль не только для нагайцев, а в Астраханской области и Северного Кавказа, а в России в целом. И как бы внес свою, так скажем, большую лепту для нагайцев мира, потому что его сборниками, его рукописями, его знаниями пользуются все нагайцы мира. Хочется вот еще добавить то, что именно их деятельность проходила вот в рамках идеи просветительства, и вносила итог вот нагайский, но и общий тюркский характер. И в то же время они были ориентированы подъем национального сознания не только нагайцев, но и тюрков, как бы, юга России, Северного Кавказа и Азии. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Всех приветствую. Я недавно начал изучать архив газеты «Идель», которая составляет более 620 номеров, которые издавались с сентября 1907 года по февраль 1914 года, и в которых приведен широкий спектр статей, работ, и выходило три номера в неделю, два или три номера в неделю. В общем, я просмотрел все эти статьи, буквально практически все доступные мне номера газеты, это 620 номеров, и хочу привести вам такой краткий анализ, краткий анализ содержания вот этих вот статей. Газета публиковалась на языке Тюрки, там так и пишется, что это «Тюрки Джей Милли Газеты Се», то есть национальная газета на языке Тюрки. Что такое язык Тюрки? Язык Тюрки берет свои корни из ново-чагатайского языка, то есть общей нормы, которую ввели на территории бывшей Золотой Орды и Закавказья, и бывшего чагатайского улуса. Но потом, ближе к XIX веку, и тем более уже к началу XX века, вот этот язык Тюрки, он обрел региональные особенности, особенности, которые были свойственны тем или иным регионам, например, в Нижнем Поволжье, на Кавказе, в Крыму, очень много было анагайских черт в языке Тюрки, но также вот эта газета «Идиль» или «Идель», она публиковалась именно на нижневолжском варианте Тюрки, но с большим влиянием языка, который предлагал Исмаил Гаспинский, так как эта газета была новометодной, то есть джадедитской. Нужно сказать также, что газета «Идиль», она не принадлежала никакой из партий, которые на тот момент в Российской империи были, и представляла больше как бы такой мусульманский взгляд на разные аспекты жизни. Если мы, раз уж мы заговорили о политике, то важное место в публикациях газеты занимали новости городской думы, да, вот Астрахани, и государственной думы Российской империи, где на тот момент была довольно-таки сильная фракция мусульман. Также в этой газете публиковались новости России, они чаще всего назывались «Дахили Хабарлар», то есть внутренние новости. Также были «Хариджи Хабарлар», это новости зарубежья. Отдельными рубриками в газете были также рубрики новостей из Турции и из Ирана. Также можно подчеркнуть, что газета, она была мусульманским органом Астраханской губернии, и не только Астраханской губернии, так, например, чиновники через газету «Идиль» или «Идель» обращались к ставропольским трубменам, или трубменам, да, которые жили именно в Ставропольской губернии. То есть, вот как здесь уже указывалось ранее, газета, она имела популярность далеко за пределами Астраханской губернии, как, например, в Дагестане, так же и в Ставропольском крае, как мы видим, чиновники обращались к ставропольским трубменам. Интересно то, что в газете, то есть через эту газету сторонники джадидизма вели свою полемику с сторонниками хадемитов, то есть старой мусульманской школы просвещения, и там часто бывает такое, что они отвечали и, ну, выпускали ответы или какие-то вопросы задавали, то есть они ввели через эту газету, можно сказать, диспут. Также в этой газете широко представлены объявления, новости самого издательства Абдрахмана Умерова, да, вот как оно называлось, «Торговый дом Умеров и Ко», издательство, которое выпускало разные книги, новости о новинках этого издательства, они были широко представлены новостями в этой газете. Также в этой газете выпускались новости Джамата Исламия, то есть это общественная организация, мусульманская общественная организация, возглавляемая самим Абдрахманом Умеровым. Что я еще заметил из интересного, то, что в начале выпуска газеты, то есть первые годы, это 1907-1908 года, есть определенное, скажем так, общение или дискуссия с Джаматом Шура Исламия, и в частности с газетой «Бурган-Таракки». Также в газете широко была представлена исламская тематика, там публиковались фетвы, там публиковались богословские материалы, наставления. Очень актуальная тема на сегодняшний день — это идентичность астраханских нагайцев, об идентичности астраханских нагайцев, в частности харарашей и юртовцев. Очень много статей можно привести из этой газеты. В частности, прямые статьи, описывающие быт и жизнь астраханских нагайцев, были опубликованы в серии статей, которые так и называются «Ногайлар». Статьи о нагайцах, которые были посвящены для читателя из других народов, в частности из татар средневолжских, из туркменов, казахов. И были также обращения к самим нагайцам. Новости из, например, общины Джамата Тияк, новости из села Казан, вот Аул Казан — это сегодняшняя башмаковка. И также мы там видим опубликованные в этой газете народные сказки, рассказы нагайцев, и также даже джиры, то есть это народные песни нагайцев. Мною было насчитано около более 50 таких материалов, которые посвящены самим нагайцам. Также мы увидим, что средневолжские татары и другие народы обращаются к самим нагайцам через эту газету. В частности, из Ташкента организаторы сельскохозяйственной выставки, которая проходила в Ташкенте, приглашали через эту газету нагайских земледельцев, которые проживали в Астрахани. Это касается юртовцев. И в этой газете начинали свою деятельность или же внесли большой вклад в такие личности, как Закиба Лиди, как Сагит Ромеев, Абдурахим Басыров, Габдула Тукай, Наджиб Гасрин Угайла. Широкий спектр статей, которые там представлены, представляют собой огромный интерес для дальнейшего исследования. И я планирую перевести и издать статьи, которые я упомянул, статьи о нагайцах, которые будут представлять огромный интерес для нагаеведов и для исследователей из других народов. Спасибо большое. Так, следующее выступает у нас. А вопрос можно? Да, да. Я не знаю, я слышу, ты, Гиблик? Да, да, слышу. Вот многие архивные документы указывают, что общество, члены общества Джамат Исламии, ну, соответственно, и газеты, близки к партии кадетов. Вы сказали, что там в газете не было никаких политических материалов. Вообще не было, да? То есть мы знаем, просто я знаю, что среди членов общества симпатик партии кадетов, в конце концов, демократическая партия России, да, Назов Кадет? Не было ли вообще в газете каких-то прокадетских материалов там? Нету там ничего. Если можно внести вот это что? Значит, вот эти исламские общества, Шура Исламия и Жамия Исламия, открылись, значит, в 1907 году после участия Абдрахмана Умирова на Третьем Всероссийском съезде, проходившем в 1906 году, в конце года, в Нижнем Новгороде. Там из 72, значит, резолюций съездов 33 были посвящены школьным вопросам. Вот в школьных вопросах там стоит такой тезис был принят об обязательном обучении каждого мусульманского мальчика и девочки от 6 лет мальчика, от 9 лет девочек. Это первое. И очень важный вопрос там был выдвинут на этом съезде. Это, значит, распространение библиотек, книжных магазинов и читалин в регионах проживания мусульман и развитие издательского дела, типографии, издания газет, журналов, книг. И вот когда Абдрахман Исмаилович вернулся домой в Нижнее Поволжье, он открывает свое издательское дело. Все уже это печаталось в восточной печати. Это подхватывает и уроженец Шимахи, Мустафа Исмаилов. Никакой он не тоталин. Он самый настоящий азербайджанец. Короче говоря, и они начинают это развивать. В Астрахани появляются первые газеты, открываются типографии, начинают печататься. Цели и задачи вот этих двух обществ, они чисто развитительские. Я почему поднял этот вопрос насчет отправки Умерова в Казань под надзор полиции. Я еще раз призвал, что давайте мы разные вещи будем обсуждать с Умерой. И в частности, я доводил считать, что якобы запубликацию каких-то материалов в газете. Получается, либо это было субъеково на обвинение, а перепечатка была. Перепечатывали из московских газет какие-то новости, что там запастовка прожила, там кто-то против, а вот этот вернулся с целью. Это был послужил поводом. Понимаете, это связано с Балканской войной. Когда началась Балканская война, во всех регионах России всех, не только мусульман, но и христианских деятелей, имеется в виду русских, левого толка, они сажали. А вот здесь особая опасность была для русского правительства, что в этом случае мусульмане России могут поддержать Турцию, как своих единоверцев. И быстро начали закрывать хипографии, сажать лидеров, писателей, поэтов, журналистов и тем более владителей издательств. Поэтому всех их заняли. И вместо ссылки вот этой умерого дарца. Когда ему сказали, что там хотели удалиться, он сказал в Казань, поскольку там учился, старые связи были. Я бы на золото ссылкой. Нет, ну ссылкой не ссылкой. Вот городничек, жандарм, который сопровождал его, до самой Казани вручил, туда зарегистрировал, там у местного пристава, проезд вот этого жандарма, стоимость его проезда и прочее, удержали с кармана умера. Это, конечно, самое настоящее. И он там находился под натуром полиции. Ну да. Шаг на левый рассвет. Пополгарин докладчик. Да, большое спасибо. Следующим у нас выступает... Они мне очень довольны, вы и на правильном направлении работаете. Да, мне надо продолжать анализировать. Спасибо. Следующим выступает у нас Ишмухаммед Фарамиль Валитович, соискатель кафедры истории России Астраханского госуниверситета к вопросу об исторических исследованиях в работе Абрахмана Умерова. Здравствуйте, уважаемые участники данного научного мероприятия. Я, конечно, счастлив на нем присутствовать. И, конечно, историческая справедливость должна была свершиться. Я надеюсь, что вот это начинание будет продолжено, так же, как когда-то дженебиевские чтения у нас были начаты и продолжаются из года в год. Я надеюсь, так же и вот наследие Абрахмана Ишмухановича Умерова будет изучаться и будет предметом постоянного внимания со стороны разных исследователей. Ну, мы уже неоднократно говорили о многоградности личности Абрахмана Ишмухановича Умерова. В числе прочего, надо отметить, что он интересовался историей своего народа. Он был представителем многайского народа. Вот как раз Алим Максутов со мной делился собственными статьями Умерова, где он обращается к своему народу в новайхалкам. Не татархалкам, а новайхалкам. Татарх – братский народ, но тем не менее. И меня, как исследователя, именно в историческом плане, интересует подход Умерова к изучению к студиям в отношении истории и этнографии. Уже неоднократно было сказано, что, к сожалению, мы утратили этот труд. Надеюсь, все-таки не безвозвратно. Двухтомник. История астраханских нагайцев. И поэтому, для того, чтобы... Они горят. Они не пропадают. Для того, чтобы нам составить какое-то представление о том, какие концепции, допустим, какими концепциями руководствовался Абрахман Ишмаилович Умеров, нам стоит обратиться к некоторым косвенным материалам. И прежде всего нам приходит отрывок из книги Ногай Джарлары, с которой я в оригинале знаком не был, но тем не менее в труде Амина Курмансейтовой приводится Байтирик Ногайлага. Замечательный отрывок. Я зачитаю и с вашего разрешения переведу. Карағаш Ногайларының джарлары үшкей бүлінеді. То есть он начинает с того, что Карағаш Ногайске песни делится на три части. Ногайлар исты вақытта идилмен джайык арасында куш-конп юрмыслер еды. То есть Ногайцы в древнисте качевали между идилем и яекым, между Олги-Уралом. Сарай подшахлығы тамамын быткен сон Харатенз тарафына кушкенлер вакулбан сонна тарафыну вайларнын турган герлердер. То есть после того, как Сарайское государство полностью было разрушено, они переселились на территорию Кубани. На самом деле это не чужда территория была. И если обратиться к трудам Мурада Рамзея, башкирского ученого, он в своей книге Тарфик Аль-Ахбар в известиях о Казани Бульгаре Булгаре он объясняет, что это сарай подшахлыға. Здесь имеется в виду Большая Рада, осколом которой был Астраханское ханство. И мы знаем то, что на самом деле вот этот регион, который подчинялся Большой Раде, он включал как раз территорию Кубани, Приазове, и там, собственно говоря, и находился юрт мангыцких мангыцких беков, да, беклербека, те мира. То есть это не чужие земли, я сразу скажу, то, что... Тем не менее, определенное количество вот этой миграции, память сохранился о миграции. Ну, естественно, между речью Волги-Урала, да, это то место, где, собственно говоря, располагалась Ногайская Рада. Это такой, небольшой комментарий. часть из них вернулась обратно на прежние места в подчинение калмыцким ханам, да? Да, фактически это были военнопленные, да, 1740-е годы. Тем не менее, мы видим, да, то, что прекрасно об этом помнили, то, что подчиняется калмыцким тайшам. Так, то есть здесь наложение мы видим. Наложение истории Кастугана-Сюймешуэ, а это 1600-е годы, на историю Ногайской Радаши. И здесь какое может быть объяснение? Объяснение в том, что Ногайцы-Карараши по происхождению представили мбалые Ногайской Орды. Мы знаем, да, до сих пор Ромазан-Кусишкиретов изучал вопрос совпадения ротоплемной очень сильные. Но в составе Ногайцев-Карараши есть несколько групп, которые явно имеют происхождение из большой Ногайской Орды. Вот это Эргенекле, рот Эргенекле, другое название этой тамги, Эргенек, плетень, да, в виде буквы Н кунрау. То есть это одно. Второе, это рода Серкеля, еще несколько родов, да, мы видим то, что вот эти вот рода, они имеют как раз много пересечений именно с представителями большой Ногайской Орды, да, именно кундрувских Ногайцев. То есть, возможно, вот мы часто говорили о том, что кундрувцы на данном было название, да, общие Калмэрками, это версия Эльдаршина-Булча-Идрисо, но тем не менее есть некоторые такие моменты, то, что вот это, так скажем, вкрапление, фильтрация части большарных Ногайцев могло бы влиять, тем более, что они в одном, да, так скажем, ареале обитали, вот. История о Тастугане, она вообще оформилась как некий эпос, что вообще свойственно для Ногайцев, да, вот эти многочисленные Тулгау, это реальная историческая личность, Мурза, Кастуган, Сюмешу, Лосин, Сюмичей, да, Абдулова, Туган, Мерза, мы знаем, да, у нас замечательная работа имеется, да, Девкеев Владимир Толтаевич, от Кастугани, от светних его, да, то есть мы видим то, что идет некое наложение одной истории на другую. Так вот, собственно говоря, мы видим то, что Атархмана Смайлов Шумеров прекрасно знал историю своего народа, он обращался, но он обращался зачастую к традиционным эпосам. Вот. Если ретроспективно посмотреть, да, мы помним путешествие Потоцкого, Иоанна Потоцкого, да, как он побывал у кунгарских татар, как он называет, то есть кунгарских нагайцев. Здесь он, скорее всего, все-таки имеет уже нагайцев Харавашей, которых в подчинении ханов, да, Тайш, Тюмени, некоторых других находились, и он упоминает образованному Луу Денислама, у которого коллекции рукописей имелись и исторические рукописи. То есть помимо богословских книг, да, богатой библиотекой, он изумился, насколько это образован был человек. Видимо, некоторые, да, исторические записи имелись не только, да, в переложении эпосов, но и имелись и в рукописном варианте, да. Не так давно Свет увидела статья Андрея Вячеславовича Сазранова, которая там представляет собой перевод некоторых сведений из личного архива Равилюкин-Хамичу-Джуманова, а там, да, некоторые сведения об истории как раз это представили, как раз Чижирея, некоторые отрывки как раз Толгау-Хастувана, вот, и мне посчастливилось благодаря, опять-таки, да, прежде всего Аварашкор, затем хочу поблагодарить Виктора Михайловича Викторовича, из чего личного архива мне в руки попало, ну, фоксимилет, рукописи об основании Сиитовки, и когда я вот начал сличать, но Вайджар-Ларе текст с этими как раз рукописями, я обнаружил, что там действительно те же самые отрывки, вероятно, Умерф обращался именно к этим, да, рукописи, не только к Чижире, вот, и, то есть, мы можем сказать, что здесь два основных источника, это рукописи в списке, второй источник, это, да, поэтические, да, традиции рекусов, дистаны ногайские, да, которые существовали параллельно, они пересекались и взаимодействовали, да, вот как раз о чем Админат Хасан Курман Сиитова говорила, то, что вот эти ногайские эпосы и вообще история ногайская, они существовали не только в устном, да, в поэтической форме в устной, да, то есть, это называется, как это, нарратив, но имеется именно, и имелось именно в письменном виде, что проливает свет на возможность преткновения ногайской традиции и далее. Админат Хасан Курман сейчас парашютит, что Умеров взял в жула. Я хочу сказать, что эта рукопись на самом деле очень богатая, однозначно имелся не один список этой рукописи, потому что Виктор Михайлович мне опять-таки из своих пыльных материалов предоставил некоторые другие списки, которые менее полные. В этой рукописи имеется сведения, там сразу много сведений, то есть мы вышли из горских ногайцев переселились, вышли, то есть об этом память есть. Приводятся отрывки из эпоса Ариоамет, Айселнула, который именно у ногайцев сохранился в полном варианте, эпос Амете, Батбатыри Амете и его борьбе с Ханом Джанибеком в цине Айселла. Там есть отрывки из Толгау по Стогану, там есть отрывки из ЭП-40 ММА, там есть отрывки о Карюлину Вайлах, то есть о юртусских ногайцах, там есть отрывки собственно Карагаш-Новэх, там есть отрывки о приходе казахского хана Букея, их взаимодействие, это еще предстоит изучить эту тему, более чем интересное. Так вот, к чему я веду? Ну, видимо, однозначно Абдурахман Исмаилович Умеров, он, да, это великая личность, я не побоюсь этого слова, но он обращался к уже имеющейся традиции, вот, еще предстоит изучить, я надеюсь, в руки нам попадет эта книга, наконец, да, вот, несколько слов о Чижире, то, что вот Чижире, да, то есть родословно, они существовали и в списках, и существовали в передачах, так, например, Абдухамир Шершевевич Женибеков, он в своей книге все из Пазнаса, приводит к Чижире племени Алтая, к которому относился, а Абдурахман Исмаилович Умеров, он издал Чижире вот рода Сеид-Бабы, да, потомков рода Сеидов, да, Сеидовы есть и на Кубане, опять-таки, кое-кто говорит о том, что никакой связи нет, ну, это просто несерьезно, так вот, даже Заки Валидеев во своих воспоминаниях вспоминает, что обрадился к чему? Обрадился к родослову и нашел где? Унагальцев. Таким образом, мы можем сказать, что вот эта вот тема, да, она нуждается в дальнейшем исследовании, то, что у нас на руках есть, это, конечно, крохи, но то, что удалось, так скажем, какие-то моменты, да, путем анализа, путем богатого предоставленного нам полевого материала, благодаря опубликациям Андрея Вячеславовича, благодаря огромной помощи Виктора Михайловича, Анинат Хасану Курмансиитову, с которой весь мой путь, да, в Накайской, допустим, книге начался, вот, это все требует дальнейшего исследования, благодарю за внимание, огромное спасибо организаторам конференции. Большое спасибо. Я хотел бы небольшой просьбой, комментарий, я давно жду, может быть, не только я, перепубликацию, перевоз комментарий книги Универова о Сайбе. Это будет ценнейший источник, если его перевести в замок. Ну, на самом деле, я работаю над этим, да. Арабизма много, арабизма много, в Тернагайске уже перевели. На самом деле, я работаю над этим, да. Это было бы очень хорошо, как излучник, да? Арабизма, спасибо. Арабизма нас не пугает, слава богу, да. Есть слова, я рада, что не пугают. Главное, не сумеете, Армин Владимирович. Будем стараться, будем стараться. Подробно дает. Мне отрадовали сегодня вот выступление нашего из Кучеррановки, мулы, и ваше выступление, Хазрат прекрасно выступил. Очень хорошо, что появилась новая прияда, грамотная, образованная, плюс еще, конечно бы, если бы было и светское образование, сознание, философии, политэкономии, общественных наук, цены вам нет. Будем стараться. Примарно цены. Ну, сейчас подведем итоги. Алхамдуллаху, Аллаху, я надеюсь, что все прошло удачно. Очень интересные выступления были. Реально, действительно. Вроде я готовился и книги читал, и сейчас слушал вас, и действительно понимаю, что каждый человек, когда свой взгляд на эту историю высказывает, это действительно очень большой клад для нас. И действительно, думаю, на этом изучение не надо останавливать, надо двигаться. Надеемся, иншаллах, если Аллах нам поможет, будем каждый год проводить вот такие чтения. Действительно, у нас не только, фактически, на самом деле, у нас не только Абдрахман Умер, у нас и Надюй Асри, да, здесь Басыр Абдулин, столько людей, которых можно изучать и изучать, и брать с них пользу. это не только, и в общем,